Всем привет! На своем канале я уже не раз показывал, как моделировать такие шестерни и как оценивать качество зацепления, однако я не рассказывал о том, что представляет из себя коническая шестерня с математической точки зрения и как обеспечивается ее работоспособность. Но прежде чем мы перейдем к рассмотрению эвольвенты конической передачи, разберем более простой случай – обычное цилиндрическое зацепление. С кинематической точки зрения его еще можно представить в виде двух окружностей, или центроид, в которых ведущая центроида передает вращение ведомой при условии неограниченной силы трения. Однако в реальной жизни такой силы трения нет, и чтобы механизм работал, ему нужны зубья. В зубчатом механизме в роли центроида выступает начальная окружность радиусом R-W. В роли поверхности зуба выступает эвольвента – траектория качения развертки основной окружности по этой же окружности. Вот так образуется эвольвента зуба первого колеса и второго колеса. Может возникнуть закономерный вопрос, почему именно эвольвента, и как она обеспечивает работоспособность механизма. Для этого представим, что нам нужно повернуть ведущую шестерню или центроиду на 10 градусов, тогда ведомая деталь должна будет повернуться на 4 градуса ввиду передаточного числа 2,5. Перед тем, как мы повернем профили, посчитаем радиусы кривизны текущих точек профиля, находящихся в зацеплении. Запомним их сумму. Повернем. Снова посчитаем радиусы кривизны точек, находящихся в зацеплении. Как видите, сумма осталась прежней. Благодаря этому свойству эвольвентный профиль сохраняет передаточное число механизма даже при нарушении межосевого расстояния. В конической передаче также есть начальные поверхности, только они здесь называются аксоидами или конусами. И также есть основные аксоиды, ну или конусы, посредством развертывания которых строится эвольвента зуба конического колеса. Сам профиль зуба при этом находится на сферической поверхности, поэтому такую эвольвенту называют сферической. Поскольку это построение выполнено в Компас 3D, то предлагаю с помощью сопряжения вращения проверить точность работы и сохранение передаточного числа. Оно уже здесь установлено, поэтому я буду просто вращать деталь. Несмотря на некоторые сложности пространственной геометрии, в реальной жизни такая точность также может быть достигнута. Здесь на помощь может прийти универсальное металлообрабатывающее оборудование, а в наиболее простых случаях 3D принтеры. Зрители моего канала уже знакомы с такой программой, где можно с высокой точностью построить требуемое зацепление. Тем не менее, решающее значение также оказывает точность оборудования, на котором будет изготавливаться деталь. При реальном изготовлении рекомендуется устанавливать настройки расчета и построения на максимум по возможности. В Компас 3D это делается в специальном меню, и это играет важную роль, посмотрите сами. Во-вторых, при сохранении в сторонний формат, например STL, рекомендуется также выбирать максимальные настройки. Отрицательным моментом здесь является то, что некоторые 3D модели, сохраненные с такими настройками, могут весить до нескольких гигабайт, а на их обработку может тратиться значительное количество времени, поэтому здесь, возможно, придется выбирать. Также могу предложить новую настройку в своей программе «Допуск к эвальвенте». Суть ее заключается в том, что если при пробном, экспериментальном изготовлении деталей наблюдается тугая сборка, то можете попробовать установить небольшое отклонение. Одной из причин тугой сборки стальных деталей является наличие шероховатости поверхности. У деталей из пластика влияющих факторов намного больше, поэтому данная настройка будет больше востребована при использовании 3D принтеров. Но еще раз повторю, что этот параметр пока что экспериментальный, поэтому при простом моделировании без последующего физического воплощения устанавливайте нулевое значение допуска. Также в версии 2.0.2 я снял всяческие ограничения на моделирование шестерен, поскольку самому иногда необходимо как минимум посмотреть, как выглядит неправильный зуб. Кроме того, посмотреть как будет выглядеть зуб теперь можно и без сохранения файла. Еще обратите внимание, я обновил таблицу коэффициентов смещения с учетом рекомендаций по термообработке. В документацию к программе я периодически буду добавлять некоторые часто встречающиеся и порой кажущиеся очень сложно решаемыми трудности. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!